Ахмед Байтурсынов. Казахский педагог, учёный, поэт и общественный деятель. Родился 5 сентября 1872 года в Тургайской области. Ахмед Байтурсынов обучался грамоте у аульных мул. Родственники отдали его в Тургайское двухклассное русско-казахское училище. Окончив его, Ахмед Байтурсынов отправился в Оренбург для продолжения образования и поступает в 4-летнюю учительскую школу, основанную просветителем Ибраем Алтанцариным. В Оренбурге он испытывал большие финансовые трудности, но всё же окончил школу в 1895 году. В 1905 году активно включался в политическую деятельность. Он стал одним из авторов Каркаролинской петиции. В 1913 году Байтурсынов вместе с бывшим депутатом Государственной думы Алиханом Букихановым и поэтом и писателем Муржакупом Дулатовым открыл в Оренбурге газету «Казах». В 1917 году на двух сегиргизских съездах в Оренбурге он участвовал в создании казахской партии «Алаш» и был одним из организаторов и руководителей правительства «Алаш-Урды». Ахмед Байтурсынов возголял Академический центр республики. Был профессором филологии в первом в истории Казахском народном государственном университете. Байтурсынов создаёт учебные пособия по родной речи, учебники по системе ликбеза, иллюстрированный букварь, выдержавший в 1920-е годы несколько изданий. Ахмед Байтурсынов стал автором реформы казахского алфавита. Арабское письмо, использование его без обозначения гласных представляло определённое неудобство для тюркских языков. После многочисленных обсуждений в 1929 году казахский алфавит был переведён на латинский алфавит. Художественный перевод – неотъемлемая часть творчества Байтурсынова. В 1909 году в Санкт-Петербурге вышел первый сборник «Арахмасал» в русском переводе «40 басен», которые вошли в басни Крылова в казахском переводе. В ней автор связывает сюжеты басен с конкретными явлениями из казахской жизни. В 1911 году второй поэтический сборник Байтурсынова был опубликован в Оренбурге под названием «Маса». Он также переводил произведения Пушкина «Конь», «Песень о вещам Олеге», «Сказка о рыбаке и рыбке», «Сказка о золотом петушке». Также он переводил стихотворения Хадовской «Драгоценный чистый жемчуг». Автобиографизм – характерная черта творчества казахского поэта. В некоторых произведениях Байтурсынов отражал события его личной жизни. Например, стихотворение «Анамахат» написано в 1907 году, когда поэт находился в тюрьме. Стихотворение «Каркарала Хална» также было написано, когда он находился в этом городе. В них автор высмеет как отдельные человеческие пороки, так и выступает против угнетения казахского народа властями в целом. Также он писал стихи просветительского направления «Казахская традиция», «Казахская натура», «Письмо другу», «Счастье» и другие. Ахмед Байтурсынов написал песни «Ек-жиран Акум-каргаш». Большая заслуга Ахмеда Байтурсынова заключалась в изучении истории и теории литературы. Известность приобрели его статьи об Абайе Кунамбаеве, книги по теории литературы, сборы и публикации фольклоров, в частности, пословицы и поговорки, опубликованные в 1895 году в Тургайской газете, «23 причастия», эпос «Серсаен», изданные в 1923 году в Москве. Ознакомиться ближе с творчеством Ахмеда Байтурсынова вы можете у нас в библиотеке.